МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тюмени сдали первый дом, который строили с применением эскроу-щитов. Все ли гладко в новой схеме? Ипотечные ставки достигли минимума за последние два года. Стоит ли торопиться с покупкой квартиры? И согласно каким критериям теперь будут определять, является ли дом аварийным? Об этом не только поговорим в ближайшие минуты. В эфире программа «Новостройка». Я Гульнара Успанова. Здравствуйте. И начнем с краткого обзора новостей. Итак, Минфин получит до 6 млрд рублей на господдержку с семьей и с детьми для погашения обязательств по ипотеке, пишет со ссылкой на сайт Кабинета министров РИА Новости. Напомню, выплаты в размере 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых в период с 2019 по 2022 родятся третьи и последующие дети. Средняя ставка по ипотеке достигла минимума за последние два года, сообщает российская газета. Показатель составил 9,4%. Эксперты предупреждают, стоит поторопиться, лишь если речь идет о покупке жилья в новостройке. Со сделками на вторичном рынке можно немного повременить. Ближе к лету прогнозируется падение цен. Названы регионы активнее всех, использующие счета эскроу. Всего по этой схеме возводится около 2,5 тысяч домов. Это примерно 21,5% от всего строящегося в России жилья. В числе лидеров Челябинская область, Тавропольский край и Самарская область. А минимальная доля проектов со счетами эскроу во Владимирской области, Санкт-Петербурге и Новосибирской области. В нашем регионе по новой схеме реализуются 4 проекта площадью 47 тысяч квадратных метров. Первый же дом, построенный в Тюменской области с применением эскроу-щитов, уже сдан. В самом центре мыса на Малиновского. Мы встретились с застройщиком и узнали о плюсах и минусах нового механизма строительства. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Бульдар. Вот действительно ли новая схема может являться гарантом для дольщиков? Безусловно. Она является гарантом как для дольщиков, так и для застройщиков. Ну вот ваша компания, была ли она готова к новой схеме, к переходу? Да, мы заранее, как только появились изменения, как только о них узнали, начали готовиться к строительству и продаже квартир по новой схеме с использованием эскроу, и на сегодня у нас уже четыре дома строятся по новой схеме, а четыре мы достраиваем по старой. Вот вы первая компания в Тюмени, в Тюменской области, которая прошла эту схему от начала и до конца. Есть ли какие-то моменты, которые хотелось бы изменить? Все ли хорошо, все ли гладко в этой схеме? Вы знаете, вот на самом деле в моем понимании эта схема стала более цивилизованной. На сегодня есть четкое понимание, за счет чего строится, есть четкое понимание, как заниматься продажами. В моем понимании что-то менять, наверное, не стоит. Безусловно, какие-то нюансы, они дорабатываются. Появляются изменения в законодательстве, где-то что-то улучшается, где-то что-то становится жестче. Но в любом случае, как я уже сказал, это более цивилизованная схема. То есть, в принципе, у вас никаких проблем, никаких заминок не возникло в процессе? Все прошло гладко, все по плану? Проектное финансирование было открыто достаточно быстро. Счета «Скро» открываются моментально, это все можно сделать в банке, и уже это можно сделать в офисе застройщика. По сути, да, все гладко. А кто решает, на каком этапе решается, какой банк участвует в этой схеме? В каком банке открывается «Скро»? У нас выбор в Тюменской области невелик, решение принимает сам застройщик, он анализирует все предложения финансовых организаций и выбирает тот, который ему более выгодный, комфортный. И все «Скро» открываются в одном банке, это должен быть единый, один-единственный банк. По каждой квартире отдельный «Скро» счет. Абсолютно верно. Как деньги с «Скро» счета переходят застройщику? Вы дом в эксплуатацию уже ввели, деньги уже переведены на ваш расчетный счет? Нет, они переводятся после регистрации права собственности любого первого дольщика. То есть по мере регистрации прав «Скро» счета будут обнуляться? Нет, они переводятся все абсолютно со всех счетов, но после регистрации единственного первого дольщика. Повлияла ли как-то новая схема строительства на стоимость квадратного метра в доме на Малиновского, если сравнивать с вашими проектами, другими схожими, но которые строятся по старой схеме? Ну, безусловно, сама общая схема с «Скро» и проектного финансирования дополнительную нагрузку на себестоимость накладывает. Но не она определяет стоимость конкретной продажи, потому что это очень много факторов. Это и локация дома, и качество материалов, и концепция дома. Поэтому да, если на вопрос отвечать, повлияло ли, влияет, но не основополагающее. Но при этом качество дома же остается таким, как и на других проектах, ничего не изменилось в процессе проектирования, в процессе строительства. Но опять же, тут много факторов, опять же, как я говорил. Концепция, спрос в этом районе, конкурентное окружение, кто строит, что строит, что продает. То есть вот благодаря анализу различных факторов принимаются решения, какой должен быть дом. Если говорить конкретно о нашем доме, то по качеству, по формату, мы заявляли его как формат эконома. По факту у нас получился класс комфорта, потому что в этом доме всего четыре квартирные площадки на каждом этаже, три подъезда, всего десять этажей, качественное благоустройство для разных групп населения, для разных возрастов, закрытый двор, закрытая территория. Мы обустроили на муниципальной земле сквер, то есть это все было на месте сделано. Сквер получился довольно-таки комфортный. Вот эти все дополнительные характеристики создают нам будет комфортное заживание в этом нашем доме. Ну и инфраструктура здесь уже довольно развитая, потому что такой развитый район. Да, безусловно, мыс, много школ, поликлиники, садики, все здесь есть в наличии. Дом мы построили раньше срока на четыре месяца. По документам он должен был ввестись в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, но по факту мы его ввели в декабре 2019-го. А передача должна была состояться не позднее, получается, июля 2020 года. Соответственно, мы передаем квартиры на полгода раньше. То есть ключи будете выдавать прямо в канун Нового года, такой подарок, да, новоселам? Безусловно, мы хотим дополнительно к Новому году создать позитивное настроение, в канун Нового года получить ключи от новых квартир. Да, это праздник. Может, хочется что-то пожелать новоселам перед тем, как заселяться будут перед Новым годом? Ну, безусловно, хочется пожелать комфортного проживания в своих будущих квартирах, ну и благополучия в семьях, радости и здоровья в канун Нового года. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Изменились критерии определения аварийного жилья. Теперь дом могут признать непригодным для проживания в том случае, если несущие конструкции или весь дом в целом пришли в аварийное техническое состояние, появилась деформация, а также крен, который может привести к потере устойчивости здания. В Главном управлении строительства Тюменской области отметили, что изменения не повлияют на объемы, реализуемые в рамках нацпроекта. До 1 сентября 2025 года в регионе будут расселены все дома, признанные аварийными, до 1 января 2017 года. Это 148 тысяч квадратных метров. Более 130 тысяч из них с финансовой поддержкой государственной корпорации фонда содействия реформированию ЖКХ. Далее очередной дизайн-проект, на этот раз для трехкомнатной квартиры площадью почти 86 квадратов. Стиль современный. Работала над проектом дизайнер интерьера Анна Калмакова. Предлагаю посмотреть, что же у нее получилось. Анна, здравствуйте. Кулинара, добрый день. Ну, рассказывайте. Это трехкомнатная квартира для семьи с двумя девочками. Дом панельный, поэтому перепланировку делать нельзя. Единственное, что хорошо в этих домах, у них при входе не ограничена зона прихожей. То есть здесь каждый заказчик может сделать, как ему удобно. Мы разделили, заказчиками продумали, что сделаем шкаф. Он как такой разделительный элемент между гостиной и между прихожей. Расположена гостиная за этим шкафом. Гостиная, в принципе, стандартная. Стандартный набор, как у всех, это диван мягкая зона, кресло с торшером, где можно посидеть, почитать вечером, просто уединиться. Здесь вот припадает именно серый. Именно, да, серый оттенок. Он же и в мебели, он же и в стенах. И опять же на акцентах уже либо цвет графит, антрацит и те же мягкие пастельные оттенки, которые смягчают этот серый цвет, делают его таким уютным. То есть это уже в текстиле встречается, в ковре, в квартирах. А чем вот отличается современный стиль? Современному стилю присуща эта лаконичность, простота, функциональность, чтобы все было очень удобно в уборке. То есть потому что сейчас век очень, люди все заняты. И то есть чтобы прибираться дома, это все равно очень энергозатратно, времени затратно. То есть меньше открытых поверхностей? Меньше открытых поверхностей, да. Да, полочки, это очень прям вот минимально дозировано, чтобы какие-то свои очень ценные вещи выставить, какие-то аксессуары. Здесь, конечно, в гостиной они есть, под книги и вазы, но их опять же немного. Можем перейти на кухню. Кухня у нас раздельная. Кухня, да, раздельная, да, это тоже, и, во-первых, здесь как бы по этой попланировке мы не могли их объединить это раз, во-вторых, все равно сейчас вот намного чаще уже встречается пожелание, если раньше было модно объединять кухню-гостиную, сейчас все-таки люди просят отдельно, потому что это запахи, это все-таки шум. Столовую можно в гостиной иногда расположить, а именно зону готовки, где приготовление пищи, ее бы, конечно, лучше отдельно. На кухне, кстати, тоже есть диванчик. Площадь позволила, да, мы ее тоже немножко зонировали, то есть здесь такая как мини-гостиная, то есть если когда мы здесь собираемся всей семьей, и, допустим, кто-то устал сидеть за столом, они могли здесь присесть, но они все равно находятся в этом помещении, и мы можем общаться между собой. Как я хотела внимание, необычный светильник над обеденным столом, это вот тоже такой ход. Светильник, да, ход, и это, в принципе, очень распространенные формы в последнее время, то есть это вот шерстник, шары стеклянные, они когда свет включают, а лампочки в эти светильники обычно вставляются очень красивые, которые можно посмотреть, все в эти нити, и стекло с подсветкой тоже смотрится очень хорошо и уютно. И давайте пойдем в спальню. Девочек, наверное, разместили в одной. Да, девочек разместили в одной, здесь очень удобная система хранения. У каждого свой уголочек, они разделены, стеллаж между кроватями, и все, то есть и диванчик, и хозяйская комната. Цветовое решение тоже очень мягкое, спокойное. В изголовье расположены обои по бокам, чтобы увеличить пространство и сделать его таким интересным, то есть немножечко формы, помещение поиграет, зеркала за тумбами расположены, и вместительный шкаф, и ТВ-зона напротив кровати, чтобы в выходные иногда можно было задержаться в спальне или вечером посмотреть. И торопиться на завтрак. Да, да. И такой подвесной столик, где тоже какие-то мелочи свои можно хранить. Во сколько же обойдется вот реализация такого проекта? Около трех с половиной миллионов. А бюджет у них был какой? Бюджет здесь не ограничивали, но понятно, что цены должны быть адекватные. То есть мы конкретно, допустим, брали плитку, смотрели сколько по цене мебель, то есть сколько уже по цене. То есть вот частично, поэтапно, это тоже возможно, уже обсуждаемо, поэтапно все распределять по негам. Ну, примерно в эту сумму, я думаю, что мы уложились. Спасибо вам большое, Анна. Спасибо. Спасибо. И это все, что мы успели рассказать. Еще больше новостей о рынке недвижимости обещаем в следующем выпуске. Не пропустите. И напомню, программу «Новостройка» можно смотреть также на Тьюмин Тайм в Ютубе. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok